Приветствую вас, Виктория. Мне кажется, что вы... Вот мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что вы пытаетесь во многом своего молодого человека понять. То есть вы пытаетесь как-то вот, ну, двигаться в каком-то направлении, да, вот. При этом сами, ну, не очень, не очень, сами не очень понимая вообще в каком направлении вы хотите двигаться. В том смысле, что вас бросаются, видимо, из страны в сторону, вот. И вы, ну, просто немножко вот как-то находитесь, находитесь, как будто бы на эти, ну, на перепуте, как будто бы. Вот. И мне в первую очередь кажется, что вам нужно, ну, в этом направлении двигаться. То есть, мне думается, что вам стоит обратить внимание на собственную неопределенность, и некую некоторую, я бы сказал, так, противоречивость вашего внутреннего состояния с тем, что вы чувствуете по отношению к мужчине. То есть, по отношению к мужчине вы говорите, что я его, я его люблю. Вот. Ну, и что для вас такое? Люблю. Что это такое? Что из себя представляет это люблю? Как оно, люблю, профессионируется вами, да? Потому что, люблю это, когда принимаю тебя таким, какой ты есть, пытаюсь поменять. А мне кажется, что, да, вы пишете, что молодой человек не хочет решать свои проблемы, говорит, что ему больно от того, что он делает, больно вам. Вот. Но мне кажется, что, почему-то мне кажется, что и флеш в стране тоже есть, тоже есть некоторое давление на него, мне так кажется. Может быть, это давление не явное, может быть, это давление, оно не так очевидно, да? Но мне кажется, оно есть. То есть, есть такое вот внутреннее какое-то требование, требование, если угодно, на молодого человека, за то, что он может определиться, вот, и требование от него, и, вероятно, требование ещё к себе, что, ну, должно быть всё понятно, должно быть всё определённо. Понимаете? Вот. Так вот, так вот, так вот, так вот, это мне видится, и, ну, как бы, на самом деле здесь, ну, нет, эм... Каких-то вот, именно в этой части нет проявления, эм... чувств. Понимаете? Ваших, я имею ввиду, чувств. Вот. При том, что вы, как мне кажется, ну, свои эм... чувства склонны подавлять, да? То есть, не выражать их прямым образом. То есть, вы мнение эмоциональным, вероятно, чем молодой человек, вот, вы свои чувства склонны больше контролировать. А, вот. А, значит... Так, эм... Вот, эм... И, эм... Но, вместо тем, такое чувство у меня возникает, что вы нуждаетесь в опоре на молодого человека, эм... Что вы выиграли, что готовы. Но, мне не нравится вот эта вот идея борьбы за отношения. Я, я, эм... Всё-таки, эм... Больше выступаю за, ну, как бы, свободу в отношениях. То есть, хороши те отношения, где мы можем быть с собой. А нигде мы должны бороться. Нигде мы должны, эм... Как бы, эм... Ну, как-то с собой воевать. И с собой, и с партнёром. А, мне кажется, что вы, ну, как бы, к этому вы... Вы призываете молодого человека. Вот. Опять же, повторюсь, это не явно, да, это вот... Что-то на уровне, на уровне таких вот моих впечатлений. Есть часть вашего сообщения, где вы пишете про то, что пока у меня есть чувство, мы общаться с тобой не будем. Вот. И вот... Ээ... Очень бы хотелось обратить ваше внимание на то, что вам получается больно... Общаться... Ээээ... ...с человеком, которым у вас есть чувство, да? Но не как, условно говоря, его... Эээ... ... девушка, да? И мне кажется, что к любви это отношения не имеет, мне кажется, что здесь больше не про любовь, а про вашу личную болезнь, мне кажется, что здесь больше про ваш внутренний конфликт, про ваш внутренний какой-то вот, какой-то такой комок напряжения, да, может быть как раз. Вот этим комком напряжения, этой болью, которая стоит на пути общения с человеком, несмотря на ваши чувства, вы платите за свою внешнюю расследительность, за свое внешнее спокойствие, вот. Вот, ну, как бы, эта позиция, она, конечно, ну, скажем так, она не совсем соответствует, во-первых, чувству любви, да, потому что, ну, в любви не обязательно заимствовать, а здесь вы монстрируете, как бы, вот именно необходимые заимствы. То есть, если, как бы, говорите вы, я не буду с тобой общаться, да, потому что ты меня отвечаешь за имя, ты не хочешь с тобой быть. Но любовь это принятие, безусловно, человека, а вы, получается, не можете сказать, просто вам больно. Боль здесь связана не с любовью, а с чем-то, с чем-то другим, с всяким, ну, внутренним конфликтам, противоречиям, каким-то слабым известным местам, которого вы избегаете. То есть, вы говорите, я не хочу с тобой общаться, потому что общение с тобой, с тобой, когда мы не в отношениях, сталкивают меня с чем-то внутри меня. Что мне больно-больно, но в чем-то я не хочу разбираться. Ну, или боюсь разбираться, или не привыкла, или... Вот. То есть, это как-то вот меня характеризует, да, общение с человеком, которого я люблю, но который не любит меня, как-то меня характеризует неприятно, что я хочу этого избежать. Ну, вот, собственно, так это происходит. И... А часть этого мешает вам быть более гармоничной. И... Поэтому вы расставались, ссорились. Ну, как бы... Вы не могли... Как бы... Как бы... Заземлять молодого человека, да? Заземлять ссоры, заземлять расставания. Ну, просто там, просто потому, что некоторые люди, они импульсивны, просто потому, что некоторые люди, они такие вот эмоциональные, да, вот, и совершают какие-то поступки, а потом только думают. Вот. Или какие-то люди, там, могут, ну, достаточно быстро перейти на крик, на, на, там, ну, не знаю, на обвинения, на ссоры, на ссору, да, на предъявление претензий, вот. И очень важно, как бы, ну, ну, не поддаваться на это, да, и понимать, что, ну, проблема, она обсуждается все-таки так, более спокойно и никак, ну, никак не в состоянии аффектных, когда человек, ну, когда человек обладеет чувство. Вот, ага, поскольку вы говорите, что вы ссорились и вы расставались, то получается, что в какой-то степени вы молодому человеку поддаетесь. И, ну, поддаетесь на его, ну, и, как бы, его темперамент, темпераменту, вот. И мне кажется, что вот это вот, то, что вы поддаетесь ему, это немножечко не случайно, потому, ну, потому что, мне кажется, вот это вот, вот это вот сдерживание себя и подавленность, которую я исчезаю, она, по-вашему, замыслу должна компенсировать ваше, ну, как бы, ну, ваше завет, вот. Понимаете? А вот, а, значит, ну, получается, что это немножко, ну, не так немножко, ну, работает. Понимаете? Какая штука, какая штука. Вот, в принципе, я думаю, что примерно так можно ответить вам на вопрос, Виктория. то есть, вы говорите, что вы разобрали свои голови, голове, что вы человека любите, но любовь, это никогда не в голове, любовь, это это больше в сердце, это больше в э, чувствах. Ну, это больше про чувства, понимаете? какая штука. Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь вы путаете разобраться в голове и разобраться в своих чувствах. Для второго, мне кажется, вам нужен психолог. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.